Давайте запишем все-таки четко, какие у нас есть два случая. Первый случай, вот из этой выделенной вершины, не меньше, чем R от S-1T красных левых. И второй случай выходит, не меньше, чем R от S-T-1 синих левых. Не меньше, чем столько красных, или не меньше, чем столько синих. Вот это вроде все получилось, да? Положили противные и получили, что так не может быть. Либо вот это, либо вот это. Есть два случая. Ну, точно так же, как для шести человек было два случая, либо трое, либо трое. Вот в точность и та же ситуация, да? Либо три синих, либо три красных. Либо не меньше, чем столько красных, либо не меньше, чем столько синих. Ну, как и тогда? Итак, на самом деле, случаи симметричны. Но для того, чтобы это осознать, может быть, надо тупо рассмотреть каждый из них. Я уж не знаю. Ну, давайте рассмотрим первый случай. Рассмотрим случай один. Мы предполагаем, что вот из этой вершины выходит не менее, чем R от S-1T красных левых. Ну, я буду считать, что красный – это пунктивный синий. Я рисую какие-то там, без ограничения общности, красные лева. Давайте считать, что я их все нарисовал. Ну, опять, там где-то стоит многоточие, конечно, как вы понимаете. То есть, ну, я не знаю, почему уравняется R от S-1T. Мне неизвестно. Ну, так, условно, вот такая вот подковка у меня новая выделилась. Вот эта вот подковка, она состоит из R от S-1T вершины. Вот эта подковка состоит из стольких вершин. И это перечислены ровно столько концов красных левер, выходящих из выделенной вершины. Друзья, вот это понятно, да, вершину зафиксировали, нарисовали столько красных левер. Их вообще-то не меньше, чем столько. Ну, давайте нарисуем ровно столько, каких-нибудь. Вот я их нарисовал, и вот их концы образуют такую подковку. Так. Теперь смотрите. Внутри этой подковки столько вершин. Да? Внутри вот этой подковки столько вершин. А мы с самого начала некую раскраску зафиксируем. Да. Значит, ребра, которые попарно соединяют вершины внутри подковки, они тоже уже как-то покрашены красный-синий цвет. Да. Вот в той фиксированной раскраске, да? Внутри подковки... А сколько, кстати, внутри подковки ребер? Очередной вопрос, контрольный понимание. Что сочеталось? С из R... Вот из этого числа подвода, да? Да. Да. Вот все эти С из вот этого числа подвода ребер покрашены, как-то это какой-то цвет, красный или синий, причем это фиксированная раскраска. То есть мы знаем на самом деле, как они покрашены. А что можно утверждать теперь, зная, что самих этих вершин, вот именно столько, число вам С, от S-1t, ведь можно утверждать, что выполнена, опять же, некая альтернатива, какие-то два случая. Да. У нас есть R от S-1t вершин, образующих полный граф, и ребра этого полного графа как-то там конкретно покрашены в красный-синий цвета. А, ну тогда если будет S-1t... Не если, а либо будет, либо будет. Давайте покажем либо, а потом уже если. Да, либо будет S-1t, полный, под граф. Красный. То есть внутри этой подковки, в свою очередь, можно гарантировать наличие либо K-1t, у которого серебра красные? Да. А? Да. Либо K-t, у которого серебра синий. Да. Это понятно? Да. Потому что число R от S, как определяется, при любой раскраске полного графа на стольких вершинам, либо найдется полный под граф, у которого серебра красный, либо полный под граф, у которого серебра синий. Да. Мы зафиксировали не в эту другую раскраску, но раз при любой это так, значит и при нашей это так же. Верно? Да. То есть мы можем гарантировать теперь, что выполнен один из двух подслучаев. Один-один. Есть синий K-t в подковке. Подковка это вот это. Подковка это вот это множество вершин, которые, напоминаю, служат концами красных ребер, выходящих из выделенной вершины. Да. И вот их, как минимум, их ровно столько, поэтому в нашей раскраске либо есть синий K-t внутри этих вершин, либо в случае 1-2 есть что? Красный и КС. КС-1. КС-1. КС-1 красный, правильно? Да. А можно я рассматриваю все на случай, потому что если там найдется... Ну, смотрите, в случае 1-1 как раз все понятно, да? Да. Да. Правильно? Потому что если внутри этой подковки есть синий K-t в нашей раскраске, ну, значит, и во всем графе есть синий K-t. Да. Вспоминайте, что мы хотели доказать, да? Еще раз вспомните начало доказательств. Чего мы хотели доказать? Да. Мы фиксировали раскраску, да? Да. И мы хотели доказать, что либо в этой раскраске есть синий K-t, либо есть красный КС. А, ну да. Помните, да? Да. Точно? Точно. Все помнят? Да. Вот в этом случае мы уже нашли синий K-t. Да. Потому что он даже в подковке нашелся, тем более во всем графе. Да. А для K-t? А теперь смотрим на второй случай. Что можно про него сказать? Ведь мы и нашли K-t красный, да? Мы нашли K-t. Мы нашли K-t. Мы нашли K-t-1, этого мало. А еще одна вершина, это есть та самая, которая... Вот эта, да? Введенная кружочком. Да. Которая соединена со всей этой подковкой. Красными ребрами, да. Вот это все красные ребра сплошки. То есть она соединена с каждой вершиной этого подковки. Да. Совершенно верно. Тогда во втором случае, внутри подковки нашлась клика K-t-1, у которой все ребра красны. Но давайте к этой клике добавим выделенную вот эту вершину, обведенную в кружочек. Да. Тогда все ребра, которые соединяют эту вершину с вот этой кликой, они же красные в нашей раскраске, и клика вся красная. Значит, в сумме, вместе с этой вершиной, уже возникнет K-S, полный подграф на S вершинок, у которого по-прежнему все ребра красные. Тут все ребра красные, потому что случай 1-2, а те ребра, которые добавятся вместе с выделенной вершиной, они красные по постраданию. Да. Все. Значит, в этом случае мы сразу нашли картер, у которого все ребра синие, а в этом случае мы нашли K-s-1, но добавили к нему выделенной вершиной, и появился коллекс, у которого все ребра красные. Так, все согласны, что случай 1 разобран у тебя в самом поле? Да. Так. Теперь случай 2. Чем-нибудь он отличается? Нет. Нет. Мы наоборот рассматриваем синие ребра, то есть наоборот рисуем уже вот так сплошные ребра, да? Синие. Здесь получается не S-1t, а S-1. Ярно? А S-1. Ну и тогда мы либо находим красный Ks и сразу радуемся, либо находим синий Kt-1 и радуемся, добавив к нему выделенную вершину вместе со всеми синими ребрами. Абсолютно такой же случай. Второй случай разобран, больше случаев нет, значит теоремы доказали. Уследили? Да. Да. А теперь вопрос на засыпку. У нас есть неравенство рекуррентное. Рекуррентное. Можно ли, зная начальные условия, или у нас тоже есть R-1t равняется единице, R-1 равняется единице, можно ли угадать решение этого неравенства? Итак, давайте еще раз. У нас есть R-1t равно R-t-1 равно единице. Это, так сказать, начальные условия для рекурсии. А дальше есть рекурсия неравенство рекуррентное. R-st не превосходит R-st-1t плюс R-st-1. Такое вот рекуррентное неравенство. Можете ли вы догадаться, какая функция, известная вам, удовлетворяет вот этим вот двум условиям, равенству и неравенству? Сходу, наверное, невозможно. Вот это вот должно вам напомнить треугольник Паскаля. А, это... Ну, думайте, думайте, потому что вы сходу не скажете правильный ответ все равно. То есть, в общем, еще больше расскажу. Это вам должно напомнить треугольник Паскаля. А функция, про которую я говорю, это некий беномиальный коэффициент, некое число сочетаний, которое зависит и от s, и от t. Но вот надо его правильно написать так, чтобы оно удовлетворяло и вот этим равенством, и вот этой рекурсией. Паскаля. Паскаля. Паскаля.